Здравия Церковь Господня! Мир вам! Знаете, я бы очень рад присутствовать здесь и хотел бы, знаете, может, в первую очередь передать привет. Меня зовут Сергей Натекин из Тексас, где брат Николай Матфеев, все его семейства. Многие, которые там проживают, вас знают. Сердечный привет вашей Церкви, где он здесь служил вместе с вами. Это пусть вас Бог обильно благословит. Мой брат Павел также передавал привет, он здесь также присутствовал и был, мои родители. Друзья, мы только пропели такой псалом «Так давно, так давно я люблю тебя давно». Знаете, если мы посмотрим хорошо, друзья, на Иисуса Христа, на Сына Божьего, да, он любовь свою проявил через смерть голговскую, да, в крови Иисуса Христа пришло наше прощение, исцеление и милость Божья явилась всему человечеству. Он возлюбил каждого из нас. Хвала Ему. Знаете, а наш Отец Небесный, Бог, друзья, Он послал Христа, да, Сына Своего. Для чего? Чтобы приблизить меня, тебя, дорогой друг, к себе, да, чтобы мы вновь стали сыновьями и дочерями нашего Небесного Отца. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит, знаете, чтобы наше сердце, оно, знаете, никогда не сомневалось, дорогой друг, что мы есть дети царя царей, мы есть сыновья и дочеря царя царей. И пусть, знаете, в нашей жизни вот тот, может быть, враг, о котором сегодня братья немножко напоминали, знаете, иногда он может шепчет нашему уху, что ты никому не нужен, что ты забытый. Нет. Он любит тебя, он помнит о тебе, он ждет тебя и он нуждается в тебе. Пусть Божья благодать, пусть Божья милость, она также и в твоей жизни делает свою работу. Знаете, при этом я буду проповедовать. Я хотел бы сказать такую маленькую оговорку. Я спросил у вашего пастыря. Друзья, у нас в тексте будет академия музыки для регентов, для вокалистов. Если кто пожелает, и вы имеете к этому интерес, вы можете, я оставлю координаты служителям, это будет в сентябре, в конце сентября и по октябрь. Пусть Бог благословит. Если вы желаете будь сына регента или вокалистом, или что-то в музыкальной сфере, пусть Господь благословит. Друзья, я желал бы немножко с вами сегодня порассуждать и подумать на некоторые моменты. Тема моей проповеди, я желал бы говорить о познании Бога. В познании Отца. Знаете, Матфея 16, глава 18, говорит таковые слова. Я говорю тебе, Петр, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. Знаете, Христос обращался к Петру и говорит, я создам эту церковь. Дорогой друг, сидящий на этом месте, сегодня для тебя эти слова и для меня. Знаете, Христос говорит, я создам эту церковь, врата ада не одолеют её. Являюсь ли я сегодня ни пастырь, ни это здание, ни те, может быть, кто сегодня, знаете, сооруждают это здание, которые здесь поют, вливит и так далее. Но ты и я. Проверь себя. Являюсь ли я, знаете, той церковью, о которой говорил Иисус Христос, я создам её, и врата ада не одолеют её. Другой перевод говорит, что силы тьмы не победят церковь Иисуса Христа. Силы тьмы, они не имеют силы на церковь Иисуса Христа. И пусть сегодня, ты и я, дорогой друг, мы глубоко проверяем свою внутренность. Знаете, с чем я сегодня заигрываю, свои приоритеты, мои цели, с чем сегодня я живу, являюсь ли я сегодня, знаете, поистину отображая церковь Спасителя Иисуса Христа. В Иоанна 17 главе 3 стих Христос говорит, я же есть жизнь вечная. Да знаю тебя, единого, истинного Бога, и постного тобой Иисуса Христа. Друзья, Иоанна, Сиа, это глава, с 1 по последние стихи, 17 глава, это есть молитва Иисуса Христа. Он молился за учеников и молился за тебя и за меня. Там такая была его молитва, где он говорил, что Отец, благослови всех тех, которые познают тебя, которые последуют за тобою. Друзья, и в этой молитве Иисус Христос обращается к Отцу Своему и говорит, все же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога, и постного тобой Иисуса Христа. Дорогой друг, дорогая церковь Господня, знаете, что сегодня желает от нас Господь? Иисус Христос, чтобы я познавал сегодня. Он молит, говорит, да знаю тебя, чтобы я познавал Бога, Отца Своего, чтобы я, друзья, нуждался в Нем. Знаете, вечная жизнь, что такое вечная жизнь? Это знать Небесного Отца. Друзья, это есть вечная жизнь, чтобы знать Небесного Отца. Знаете, евреям, 11 глава, 6 стих, евреям, 11 глава, 6 стих, говорят таковые слова, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и сущим Его воздает». Друзья, если мы хорошо просуждаем над этим стихом, вникая в этот стих, что без веры угодить Богу невозможно. Каждый человек, знаете, я думаю, каждый из вас, кто когда впервые, может быть, познакомился с Писанием, с истиной, знаете, с благою вестью, и пришла, зарядилась в эту веру, она приходит, эта вера Господь дает ее, когда мы слышим, слышим Слово Господне, и оно открывается нам, и мы начинаем принимать. И как Слово говорит, без веры угодить Богу невозможно. И надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим, здесь говорится, я хотел бы подчеркнуть внимание наше, Его, что Он делает, Он воздает. Дорогой друг, знаете, что делает Отец Небесный? Он не просто, ты, знаете, ты нуждаешься в Боге, ты нуждаешься в Христе, и ты веруешь, и на этом все. Кто-то говорит, у тебя малая вера, кто-то говорит, у тебя большая вера, кто-то еще каким-то образом может обращать внимание. Друзья, но самое важное для тебя и для меня, чтобы мы веровали. И когда я начинаю делать эти ступени веры, что делает Отец Небесный? Он начинает, друзья, Он воздает. Он воздает, тем мы начинаем замечать в нашей жизни Его руку, и мы начинаем слышать Его голос, мы начинаем видеть Его действия в нашей жизни, мы начинаем переживать Его. Знаете, когда прикасается Дух Святой, да, по глазам текут слезы, приходит трепет, я начинаю ощущать Его. Друзья, понимаем ли мы эти состояния? Переживали ли мы это состояние? Это, знаете, наш Отец Небесный, это не просто космическая атмосфера. Знаете, где просто где-то Он, Он непонятно в известном каком-то таком, знаете, необитаемых, там каких-то небах, нет. Он говорит, я вселюсь в кого? В вас. Я буду их Богом, они будут моим народом. Знаете, Отец Небесный, Он желает жить в твоем и моем сердце. И здесь говорит, что ищущим Его, что Он делает, Он воздает. Когда я ищу Бога, когда я ищу Отца своего, дорогой друг, что Он делает, Он воздает. Я нуждаюсь в какой-то у меня, допустим, переживание, трудность, я молюсь Богу. Никто об этом не знает. Знаете, может быть, родители не знают, если я еще ребенок, или, может быть, я уже женат, и, может быть, жена не знает. И я молюсь, и Он приходит, и Он отвечает, и дает свой ответ настолько явным, что все вокруг видят и задаются вопросом, вау, а как это может происходить? Что делает Бог? Он не молчит. Он о себе дает знать. Он открывается. И ты больше и больше начинаешь Его познавать. Как Христос молился, чтобы они познали Тебя, Отче. Вера – это начальный этап жизни христианина. В жизни есть разные этапы. И вера нужна. Без веры невозможно искать Бога. Друзья, невозможно искать Бога без веры. Если человек останавливается, и личное познание Бога у него не происходит, то эта вера, которая у него была, для него благословением, друзья, она превращается, она превращается в проклятие. Знаете, когда человек, он останавливается в личном познании Бога, приходит к человеку нечто плохое в его жизни. Знаете, один человек, он жил в Средневековье, он глубоко изучал Писание, он вникал в Бога, любил очень Бога. И он не раз сказал такое выражение. Он говорит, я не верю в Бога. Человек будущий глубоко служа Богу. Он говорит, я не верю в Бога, я знаю Бога. Друзья, это есть большие, можно сказать, две разницы. Я желал бы привести пример, у нас здесь есть детки, может быть, им будет больше и нагляднее. Я желал бы, если можно, оператора выявить первую фотографию. Друзья, на этой фотографии, если я сказал, выявить этот вот дом, это есть многие родители, которые выехали из Советского Союза, мы можем знать, это есть детдом, детский дом, приют для детей, по-разному его называют. Знаете, какая фотография мне попалась, я такую выставил. Может быть, не в лучшем состоянии, это детский дом. Если можно оставить, да, пока на этой фотографии, можно на ту, которую вы перешли. Знаете, в этом доме живут вот эти детки, которые сейчас тоже на экране будут, если можно, да, вторую фотографию. Живут вот эти детки, они с нуля по 22 года. Я, может быть, больше это говорю сейчас для детей, которые родились в Америке, старшие мы знаем. Они там живут в детском доме, и когда остаются совершенными, они уже выходят из детского дома. Там нету папы, там нету мамы, там, если можете заметить, там сзади немножко сидят взрослые люди, охранники, уборщики, учителя, те, которые за ними следят. Если можно, следующую фотографию. В этом доме, который вы видели, они там спят, они там учатся, они там вырастают. Все происходит в этом, если так сказать, кемпус, в этом доме. И каждый из этих деток, друзья, вся их жизнь, вот этот маленький мир, можно сказать, вот этот дом. Если можно, следующую фотографию включить. Знаете, я сделал здесь немножко такую параллель. Вот эта фотография с меня будет справа. Знаете, это тоже есть, это детский дом. Детки там, я говорил, уже разного возраста. И каждый из этих деток, знаете, когда-то я был в Украине на миссии. Мы заехали в один из детских домов, и там был такой один мальчик, маленький. Знаете, мне было 20 лет, я еще был не женат. И такой маленький бутузик, знаете, он такой полненький был, красавчик. Я просто взял его на руки, мне так захотелось его просто обнять. Знаете, я взял его, обнял, ему, может быть, годика было, два, полтора. Он мне так говорит, так на плече, папа. Знаете, я, как я уже сказал, я был не женат, мне даже было немножко так неудобно слышать такое слово к себе, да. Но мне было очень приятно подержать его на руках. Знаете, этот малыш, он искал своего папу. Друзья, у каждого из этих деток, или детки, которые здесь сидят, молодежь, каждый из этих детей, знаете, если с ними пообщаться, у кого-то есть родители, есть папа, у кого-то есть мама, кто-то сидит в тюрьме, кто-то алкоголью погряз. Знаете, они каким-то образом могут присутствовать, но не в ихней жизни. Они где-то могут находиться, но не в ихней жизни. Кто-то из них круглый сирота, вообще не имеет детей. Знаете, почему я сегодня привожу этот пример, может, такой наглядный. Если мы сегодня поставим одного из этих семей, здесь есть родители, отцы, и взять подростка, если мы поставим сейчас здесь подростка, и поставим его отца, и скажем этому подростку, «Ты веришь, что это твой отец?» Знаете, если этот подросток шмышленый, да, он скажет, «Я знаю, что это мой отец». Друзья, а вот те детки, которые в детском доме, они все верят, что у них где-то есть отец. Может быть, он не живой, может быть, он приемный, найдется. Многих адаптируют деток. Они верят, что у них где-то, может быть, он вернется, может быть, он когда-то придет. А вот в этой фотографии, где отец стоит с детками, эти детки знают, что у них есть отец. Им верить не нужно. Они знают, аминь, что у них есть отец. Дорогая церковь, дорогие дети Божьи, верю я ли сегодня, или я знаю, что у меня есть небесный отец. Знаете, если можно ту первую фотографию, этот детский дом. Знаете, хотел бы сравнить этот детский дом, этот приют с этим миром, которым сегодня мы с вами живем. Это есть дом, где живут все дети небесного отца. Отца. Есть заблудшие, есть незнающие отца. А есть, которые знают его. И они все живут на этой земле. И сегодня, дорогие друзья, дорогая церковь Божья, этот небесный отец, он послал сына своего. Для тебя и для меня он открылся. И сегодня этот сын, Иисус Христос, он молился этой молитвой. Да познаю тебя, отец. Дорогой отец, дорогой мать, дорогие детки, пусть сегодня Бог благослови, что если мы находимся в этом детском доме, если мы живем в этом мире, у нас есть отец, у нас есть живой отец. И он ждет тебя, он нуждается в тебе. Сегодня пусть Бог благословит твое сердце, чтобы ты не искал в этом мире какого-то счастья. В этом детском доме счастья нет. Если из вас кто-то там присутствовал, я много раз был в разных детских домах, в разных советских странах, когда мы посещали. Друзья, там все только красиво на картинке, когда ставят их всех. Но жизнь там некрасивая, там тяжелая. Подобно, как в этом мире без Отца Небесного. И сегодня Отец Небесный, Он зовет тебя, Он призывает. Если ты, дорогой сын и дочь, находишься в этом детском доме, и ты, может быть, потерянный, выходи сегодня с него. Скажи, Отец, я нуждаюсь в тебе. Я желаю, чтобы ты пришел в мою жизнь. Откройся сегодня мне. Ты послал Сына Своего на эту землю. Для чего? Для того, чтобы я познал тебя. Помоги мне познать тебя. Помоги, чтобы мои уши, они могли слышать, что ты говоришь, чтобы мои глаза могли видеть, твои чудеса, твою руку в моей жизни. Он есть, дорогой друг, чтобы мои глаза могли прозреть, чтобы я мог увидеть, что я живу на этой земле. Я есть сын, я есть дочь, царя царей. И для меня принадлежит все его обетования. Все, что Бог сегодня оставил для тебя и для меня, дорогая церковь Господня. Все обетования Отца, они принадлежат тебе. Только в ком сегодня состояние я? Где сегодня я нахожусь, что я сегодня преследую? Да поможет нам Господь. Знаете, я желаю бы обратить внимание на одного мужа Божьего. В Писании это будет Иов, это будет 19 глава, 25 стихи по 27. Он говорит такие слова, а я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, и я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его и ставят сердце мое в груди моей. И, знаете, в Иова чуть больше 40 глав, это 19 глава. И, знаете, можно сказать, такой эпики-центры его жизни, когда он потерял все, что он имел, потерял все свое богатство, друзья. И он сидит, знаете, в этих, можно сказать, в таком трудном, отчаянном, можно сказать, состоянии, где плоть его покрылась этой проказой, болезнью. Этот человек сидит, и возле него находятся его лучшие друзья, которые, если мы читаем Писание, они, знаете, как бы его обличают, вразумляют. Ему как бы показывают, слушай, Иов, ну, с кем Бог так может поступать? Ну, Бог же, Бог, Он правильно со всеми поступает. Ну, так не может. Конечно, только с нечестивым такое может случиться. Друзья, знаете, если мы обратим наше внимание на Иова друзей, и, может быть, с первого взгляда можно сказать, ну, какие-то там друзья просто невежды, они нехорошие друзья, нет. Я хотел бы с другой точки зрения сказать, знаете, мы не раз говорим такую поговорку, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. У Иова были хорошие друзья. Они много что понимали и знали. Друзья, они видели Иова. В чем-то, может быть, где-то они равнялись что-то с Иовом. Ну, когда, знаете, случилось при всем этом, мы знаем хорошо эту историю, мы ни разу не читали, но, друзья, Иова, они даже не догадывали, что Бог так мог испытывать Иова. Знаете, и когда этот человек Иов, он все это слышал, знаете, всю эту тяжбу, когда ему говорили, знаете, я желал бы обратить наше внимание, что он говорит. Я еще раз прочитаю эти слова. Он говорит, а я знаю. Знаете, он не говорит, я верю, да? Он говорит, я знаю, Искупитель мой жив. И он последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Знаете, он говорит, что я в своей плоти. То, что сейчас на мне все распадается, в этой плоти я узрю своего Бога. Я узрю его сам. Мои глаза не глаза другого. Что они сделают? Они увидят его. Дорогая церковь Божья. Знаете, он сидел в этом отчаянном, можно сказать, в таком состоянии. Но заметьте, когда, может быть, вокруг потерял всех своих там овец, всех валов, что у них там верблюды были, все потерял. Детей потерял. Друзья, знаете, как он говорил, я нах пришел на эту землю, и нах я уйду. Все потерял. Но в этот отчаянный момент, взгляните, кого он знает. Он знает Отца Небесного Бога. И в этот момент, когда он там сидит, когда ни двора, ни кола, разбитого корыта, он с ним. Он с ним. Он внутри его. Не нужно верить ему. Не нужно ему, знаете, как-то его убеждать, поддерживать. Даже когда ему столько много, жена говорит, похули Бога, умри. Но внутри. С ним Отец Неба и Земли. Он так близко с ним. Друзья, это не просто фантазия. Это не просто говорить такие слова, знаете, какой-то такой же сильно духовный. Нет. Человек, который знает, в кого он уверовал. Он внутри его ощущает. Он его переживает. Знаете, эти слова сам Бог внутри ему говорит. А я знаю, Искупитель мой жив. Я в своей плоти. Я в своем теле узеру его. Не глаза другого, мои глаза, они увидят ему. Аллилуйя нашему Богу. Таков наш Отец, дорогая Церковь Божья. Да благословит тебя и меня, Господь. Кого сегодня ты уверовал? Кого сегодня ты познал? Когда придет в твоей жизни такое состояние, может быть, далеко не так, как у Ива. Знаете, если бы такое пришло в ком-либо, как у Ива, знаете, труба и черный дым. Никто бы из нас с вас не выстояли бы такое, что пережил это Ива. Бог сделал такой, можно сказать, показ для всего человечества и для дьявола, что есть искренние люди, есть верные, которые знают Его, которые служат Ему. Но когда придет в твоей жизни такой момент, дорогой друг, что ты тогда скажешь? Что ты тогда произнесешь? Где ты будешь искать? На что ты будешь опираться? Друзья, нам вера нужна. Ну, вера, это и есть ступень твоей жизни. А следующее, познавай Бога. Ищи Бога. Ищи Отца Своего Небесного. Если ты и сын, царя, царей, дочь, царя, царей, познавай Его. Знаете, я так задумывался и думал, если я приду на небо, я приду к своему Отцу, я всю жизнь шел к Нему. Знаете, не раз было, может быть, тяжелые пути, дороги, я с Ним имел тесное общение. Я Его так близко знаю. Друзья, если я приду к вам в гости, я вас вообще не знаю, о чем с вами говорить? О чем мы можем поговорить? Если я приду на небо, и я не знаю своего Отца, что мне с Ним говорить? Как я вообще буду с Ним общаться? Дорогой друг, я когда приду на небо, я приду домой. А как ты придешь туда, когда ты придешь на небо, придешь ли ты домой? А если ты придешь домой, познавай Его, узнавай Его, иметь то близкое общение с Ним, да благословит нас Господь. Знаете, я обратил бы, сколько зла было сделано людьми верующими. Знаете, вера в Бога, без познания Бога, это очень опасно. Вера в Бога, без познания Бога, это очень опасно. Знаете, сегодня различные, если мы смотрим, знаете, шахеды, да, которые залаживают себя взрывчатками, идут, взрываются, друзья, они вводимы верою. Им сказали, наговорили, да, они верят, цепляют в себя это все, и идут. И идут на смерть, на явную смерть. Друзья, были в истории, мы смотрим христианство, много христовых походов, было много инквизиции, было много, друзья, разных моментов, где христиане, друзья, не спасали, а что они делали, они уничтожали, они губили, погибали. Если можно другими словами сказать, на протяжении христианской истории, сколько было темных страниц, темных страниц христианства, вера в Бога, без познания Бога, это опасно. Вера без познания Бога делает человека фанатиком. Он просто идет. Знаете, есть люди, которые говорят, ты должен идти, и должен идти и убивать, и он идет и убивает. Ты должен делать одно, другое, и он идет делать одно и другого, не зная своего небесного Отца, не зная Бога. Эти человека, не знаючи лично Бога, легко уловить, увлечь. Он может легко менять церкви. Знаете, если не имея познания личного Бога, знаете, в этой церкви, да здесь пастырь не такой, да здесь хор не такой, да здесь проповедники не такие, одно, другое, третье. Вот там в другой церкви, там так пастырь проповедует. Знаете, что, ну, если он так, так твердо проповедует, знаете, знаете, что он говорит? Надо идти к нему. Люди, которые не знают небесного Отца, не утвержденные, он шатаемый. Его легко сбить, его легко направить, его легко, друзья, куда-то увлечь, ему легко что-то наговорить, и он много чему может верить. В Иоанна 8 глава, 42 стих. Разговор, это здесь идет, знаете, с парисеями Иисуса Христа. Я прочту 42 стих и ниже. Иоанна 8 глава. Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел, и пришел, ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей, потому что не можете слышать слова Моего? Ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он лжец, и Отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Вы не познали Его, это 55 стих, и вы не познали Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный Вам лжец, но Я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой и увидел бы и возрадовался. Друзья, если мы знаем, кто такие были фарисеи, книжники, я жалоба, может быть, немножко обратить на это внимание. Я думаю, мы многие хорошо знаем Писание, вникаем, что, знаете, из-за зависти фарисеи, книжники, они что сделали? Не распыли Христа. Но если мы смотрим по истории, это те, которые ожидали Мессию, ожидали Спасителя, фарисеи. Друзья, знаете, кто, как не фарисеи, знал закон Божий, кто, как не фарисеи, знал заповеди Господни, кто, как не фарисеи, к кому обращались люди, чтобы, знаете, уразуметь Писание, понять, о чем говорит Писание. Фарисеи, люди, которые вникали в Писание, которые, друзья, знали Писание, которые много учились и познавали Писание, и, можно сказать, в их жизни, они всю свою жизнь посвящали этому, эти фарисеи и книжники. Знаете, здесь Иисус Христос имеет с ними такой разговор и общение, и мы видим, что приходит в жизни их, где Христос обращается и говорит, почему вы не понимаете речи Мои, потому что не можете слышать слова Моего. И здесь Он говорит, что если Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что я от Бога ишел, ибо я не сам из себя пришел, но Он послал Меня. И вы не познали Его, он обращается и говорит, что вы не познали Его, Отца Небесного, а я знаю Его. И здесь, знаете, здесь страшные слова, где Христос обращается в 44 стихе и говорит, что ваш Отец дьявол, те люди, священники, да, эти фарисеи, которые знали Писание лучше, чем кто-либо в израильском народе, они изучали это Писание. Друзья, они хорошо понимали это Писание, они не просто были, можно сказать, людьми, которые мы знали, которые возвели Христа на крест, но люди, которые вникали. И посмотрите, друзья, что эти люди, они верили, что придет Мессия, но они не знали Отца. И здесь Христос им ясно и точно обращает и говорит, вы не познали Его, вы не познали Его. Дорогая Церковь Божия, дорогие дети Божии, страшный момент в жизни христианина всю жизнь топтать дворы Господние, всю жизнь приходить, друзья, может быть, в Церковь Божию, я, может быть, хороший гражданин Церкви, гражданин Церкви, но не гражданин неба. Знаете, когда, почему мы читаем Писание, где написано, что было пять мудрых, пять неразумных, говорит, я никогда не знал вас, ну как, Господь, я всегда был в Церкви Твоей, я всегда приходил, говорит, я никогда тебя не знал. Друзья, мы, может быть, знаете, с нашей верой, мы едем за какие-то майлы, за какие-то океаны, мы несем, мы говорим о нем, мы передаем, дорогой друг, но если ты не познаешь его, не познаешь своего Отца Небесного, беда в твоей жизни может быть, в твоей жизни могут прийти колебры крушения, и ты поможешь нам, Господь. Знаете, как Христос обращается к этим фарисеям, которые, казалось бы, те, которые должны направлять весь Израиль к Богу, к Отцу, а Он говорит, ваш Отец, дьявол, сохранить тебя и меня, Господь, что, знаете, казалось бы, я правильно служу, но в конце своей жизни я так глубоко ошибался, я не знал своего Отца, я не служил Ему, я не познавал Его, я, может, каким-то был набожным, хорошим гражданином церкви, но не гражданином неба, я не был сыном и дочерью Его, да сохранит нас Господь и помилует каждого из нас, чтобы, друзья, наша жизнь, она была, чтобы мы познавали Отца Небесного. Знаете, здесь Иисус Христос говорит, когда в начале, это 17 главы Иоанна, 3 стих, это начало молитвы, и здесь идет и конец молитвы, он говорит, 3 стих, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, Христос говорит, единого, истинного, Бога, и послан Тобой Иисуса Христа». И 25 стих этой же главы, он говорит, «Отче праведный» это молитва всей главы, он говорит, «И мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня». Молитва Иисуса Христа за тебя, дорогой друг, и за меня. И он говорит, что сии познали тебя. Пусть сегодня твое и мое сердце, дорогой друг, приближается к Отцу Небесному, чтобы я сегодня познавал Его, чтобы и мне сегодня было, знаете, когда я иду в дом Господен, как это говорил Давид, и возрадовало сердце мое, когда мне сказали, пойдем в дом Божий. Дорогой друг, чем сегодня радуюсь я, чем сегодня торжествую и сердце мое, к чему сегодня обращается Дух мой, где он сегодня, знаете, приходит радость, у тебя волнение, переживание, чем сегодня восхищаюсь я, когда, друзья, мое сердце приближается к Отцу Небесному, где я читаю Его Слово, где я переживаю, где я сегодня уложусь, стою, и мне на моем разуме и сердце, я нуждаюсь в тебе, Отец, я благословляю тебя, Отец мой, я благодарю тебя, Отец, за то, что я сегодня не есть, знаете, друзья, как много сегодня есть внуков, если можно так сказать, у Бога, хотя они верят, потому что Папа у них верующий, и каким-то образом будут спасены, дорогая молодежь, не через Папу приходи к Господу, к Отцу, не через маму, не через церковь, дорогой отец, дорогой друг, кто есть на этом месте, может быть, не через пастора приходи сегодня к Отцу, а иди к нему напрямую, ты есть сын, и ты есть дочь, иди сегодня к Отцу, нуждайся сегодня, открывай свое сердце пред Ним, и заливай свою душу сегодня пред Ним, если сегодня в твоем состоянии, ты замечаешь, что ты как бы не знаешь Его, ты как бы далек от Него, ищи Его леса, скажи, Отец, откройся мне, покажи мне, чтобы я был уверен, чтобы я стоял твердо, дорогие друзья, мы можем много в Писании смотреть, где Бог велико вел детей своих, мужей, которые искали Бога, и пусть Бог благословит каждого для нас, каково твое предназначение, что достигаем сегодня мы в жизни, знаете, в Деянии, 17 глава, 26 и 26, 8 стих, говорится таковые слова, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лесу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род, чей сегодня я род, кому сегодня я принадлежу, знаете, уже не раз это слово повторял, говорил, что если я сын царя царей и дочь царя царей, я есть род его, если мы сегодня посмотрим на, знаете, сыновей и дочерей царских, которые сегодня существуют, мы можем видеть, обратите внимание на этот царский род, ты можешь сразу видеть, что это есть царские дети, дорогие друзья, давайте будем отображать, что мы есть сыновья и дочеря царя царей, что мы есть сыновья и дочеря небесного отца, пусть сегодня небо, оно отображается в твоей жизни, пусть сегодня присутствие отца неба и земли, оно будет в твоей жизни, давайте мы сегодня будем смотреть, как смотрит отец, найти отца, отца, любящий отца сердце, он смотрит на своих детей, Он их любит, таковы, как они есть, да. Он не любит грешника, он не любит греха, но он любит грешника. И да поможет тебе и мне, Господь, чтобы мы сегодня отображали лице нашего Бога, и чтобы, как Слово Божие говорит, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные их времена. Для чего? Для чего Бог сегодня, в этот 2024 год, дал тебе и мне жизнь, чтобы я сегодня жил? Для чего, дорогой друг? Для того, чтобы, дабы они искали Бога. Ищи сегодня Бога, нуждайся сегодня Бога. Дорогой отец, дорогая мама, ищите сегодня лица Отца Небесного, нуждайтесь сегодня в них, благословляйте ваше наследие, благословляйте ваше поколение. Знаете, наши дети, они очень хорошие психологи, когда они видят отцов матерей на коленях, когда они видят глаза, на их глазах слезы, и они обращаются к своему Отцу Небесному. Они начинают познавать того Отца, они желают знать того Отца. Знаете, в моей жизни было время, когда я тоже был подростком, это было в России. Знаете, у нас отец, он так громко молился, у нас был зал, и этот зал уже шел к улице. Знаете, там была такая улица, часть, где люди ходят. Знаете, у нас отец раз собрал всех, и он за каждого из нас молился. Я был подростком, не помню, может быть, лет восемь, там десять. Я стою, он так громогласно молится, а я так думаю, а что там подумают дети на улице, друзья мои. Знаете, мне так стыдно, думаю, он так громко молится, а мне так не хотелось, чтобы потом где вопросы, как на них вообще отвечать. Знаете, ну когда Отца, руки подошли и легли на мою голову, знаете, его искренно молитва к Отцу неба и земли, слезы в его очах, знаете, по моему телу прошла дрожь, знаете, прошло, как током прошел. Друзья, вот этот Небесный Отец через моего Отца, он мне открылся, хотя я познал его. Я забыл про своих друзей на улице, я забыл, знаете, про все остальное. Дорогие отцы материя, давайте будем отображать Отца в жизни нашей, чтобы дети наши видели Его, чтобы они познали Его, чтобы они стремились к Нему, знаете, кто, как не мы, где-то водители ко Христу, к нашему Небесному Отцу, благословлять наше наследие, чтобы оно принадлежало Богу, чтобы враг дьявол, он не претендовал на твое и мое поколение. Они есть дети царя-царей, они не внуки, они не правнуки, они дети царя-царей. Аминь, церковь! Они дети, и пусть сегодня Бог благословит, чтобы твое и мое сердце, друзья, мы искали нашего Бога, мы сегодня нуждались в Нем, потому что Слово Божие говорит, дабы они искали Бога, ищи своего Отца. Ищи Его! Если сегодня трудно в твоей жизни, и ты думаешь, что небо закрыто, Он забыл тебя, у него был темный день в жизни. Он говорит, я знаю, в кого я уверовал. Мои глаза увидят его. Дорог друг, не ослабевай, не останавливайся в твоей жизни, не позволь ему выиграть в твоей жизни, не позволь ему преуспеть в твоей судьбе. Стой в проломе за свой дом, благословляй наследие твое, ибо Бог желает в твоей жизни делать великое, потому что Он есть отец твоих сыновей и дочерей. И Он желает твоей жизни делать великолепное. Он говорит, ищи меня, ищи. Ибо Слово Датчик мы читаем, что хотя Он недалеко от каждого из нас, Он недалеко, Он не просто миллионы километров в небе, нет, Он так недалеко от каждого из вас. Дорогой друг, призови Его имя. Призови имя Иисуса Христа, и будешь спасен. Призови имя Отца. Скажи, Отец, я нуждаюсь в тебе. Ты знаешь мои circumstances, ты знаешь мои financials, ты знаешь мою семью. Ты все знаешь. Мое разбитое корыто, ты знаешь. Дорогой друг, Он придет, и твои глаза узрят. Не глаза другого. Твои глаза узрят в великолепие Божье, великолепие силы Духа Святого в твоей жизни, и ты поймешь, что есть на небе Великий Отец. Ты не просто какой-то приемный сын. Ты не есть в том, живешь в каком-то доме, сын или, может быть, называешься где-то, где-то приемный внук. А ты есть сын и дочь Великого Отца Неба и Земли. Хвала нашему Господу. Знаете, чем больше я буду познавать Его, тем больше моя вера будет трансформироваться. Познание Его, и для этого мира я буду чужой, как Христос сказал. Они не от мира, как и я не от мира. Дорогой друг, если ты делаешься, знаете, может, такой weird, такой какой-то чуть-чуть интересный в глазах этого мира, это нормально. Потому что ты не есть от этого мира. Ты принадлежишь Царству Небесному, твой дом на небе. Когда я приду домой, я скажу, Отец, я домой пришел. А куда ты идешь, дорогой друг? Где твой дом? Если ты в этом доме чувствуешь себя комфортом, в этом, что я показывал, мы показали на этой фотографии, то ты отсюда, и твоя жизнь очень обречена на плохое. Но если в этом мире тебе некомфортно, дорогой друг, ты принадлежишь другому небу, и пусть Бог благословит тебя. Знаете, в теле Иисуса Христа мы все соединились с Богом, и пусть Бог благословит. Давайте мы будем проверять себя. Какой я христианин? Просто по инерции, поверхностно. Или я поистину служу своему Отцу? Вечная жизнь – это знать Бога. Вечная жизнь – это знать Бога. Это тело Христа, братья и сестры. Мы есть сыновья, как я говорил, и дочеря небесного Отца. Я верю, что Он есть мой Отец, или я знаю, что Он мой Отец. Да благословит нас каждого Господь. Как я уже, знаете, показываю эту фотографию, если другой друг, ты находишься в этом детском доме, знаете, может быть, в этих стенах, и ты, может быть, в своей жизни как-то потерянный, и ты не знаешь царя царей, живого Бога, сегодня у тебя есть этот прекрасный шанс сказать, «Отец, я нуждаюсь в тебе». Я не просто хочу топтать дворы Господни. Я не хочу услышать, когда закончится моя жизнь, что я никогда Он не знал меня. Я не хочу этого услышать. Я не просто хочу, знаете, быть хорошим гражданином церкви. Друзья, в церквях есть такие люди, которые хорошие граждане церкви, но они не граждане неба. Дорогой друг, проверь свое сердце, давайте мы глубоко вникнем в себя. И если мы замечаем, что там в нашей жизни и так, у нас есть прекрасная возможность прийти при лице Господня. Хотя я вместе с вами хотел бы молиться к Богу нашему, обратиться на все наше естество. И сегодня, дорогой друг, если ты не познавал его, если ты просто, знаешь, ходили мы в церковь, потому что пришел воскресный день, ну куда же идти? В церковь. Пришел какой-то другой день, ну я привык ходить на молитву в какой-то день, нужно пойти, еще что-то. И знаете, я, ну в себе, я не познаю его, я не читаю его слова, у меня нет интереса с ним, я не знаю, я не слышу его голос, я не вижу чудеса в своей жизни, что он мне делает, я не радуюсь в нем, и он мне, я не чувствую его с близости. Дорогой сын, дорогая дочь, у тебя есть прекрасная возможность открыть свое сердце при нем. Скажи, Господь, я нуждаюсь в тебе. Если ты, может быть, нуждаешься в молитве, чтобы тебя поддержали. Дорогой друг, всегда место впереди на авторе есть. Приди сегодня. Здесь есть служители, они поддержат тебя, чтобы Дух Святой, Он управил твою жизнью. Если ему нужно, может быть, изменить твою жизнь, чтобы Он изменил. Если, может быть, ты сегодня слепой, и ты нуждаешься, чтобы Он открыл твои глаза, чтобы Он открыл. Если, может быть, сегодня ты глухой, и ты не слышишь голос своего Отца, И ты желаешь его слышать, чтобы он тебе открыл твои духовные уши, и ты мог услышать голос Отца Неба и Земли. А он любит тебя, он послал Сына Своего, он умер за тебя, чтобы я сегодня и ты, как Слово Божие написано, он недалеко от каждого из нас, чтобы я мог услышать, почувствовать и пережить его. Давайте мы, друзья, поднимемся на наши ноги, на колени, да, и будем молиться. Аминь. Аллилуйя.